Добро пожаловать в нашу личную жизнь, ребята! Хорошо. Ну, мы говорим, что у нас случилась магия. Серьезно? На это видео мы поставим запрет. Мне интересно. Интересно тебе. Очень. Ты где-то тусуешься с мужиками, да? Двух часов ночи. Что? Три секунды идет уже. Что, Сань, как дела? Как настроение? Чего нового? Да, ну, много всего. У меня вот футбольная команда своя. Да, развиваюсь. Классно. Похудел, да? Сухой тел, но я на спорте же. Понимаешь? А у тебя чего нового? Да так, слушай, все помаленечко. Ну, ты ее, видишь, чуть потолстела. Ты так хочешь, да? Все, чтобы был контраст. Мы ждем пополнения в семье. Наконец-таки я счастлив от этого. Мы ждали этого пять лет. Так много всего хочется сказать. И мне кажется, я вот буду сейчас перескакивать с темы на тему. Пять лет – это реально дохрена. Вот давай просто вспомним. У нас могло бы быть уже ребенок, который через два года пошел по школу. Вот. У нас могло бы быть три ребенка, например. Могло бы быть даже и четыре. И шесть. Вот. Если бы были бы возницы. Давай просто вспомним вот эти пять лет. И ведь они, ну, не каждый год был, знаешь, таким сладеньким. Было у нас время, когда и достаточно тяжело давалось то, что у нас не получалось. Да. Вот я вспомню эти пять лет, знаешь, сначала, естественно, у нас на любовь, влюбленность, на дали. Мы с тобой договорились, что давай попробуем. Все, окей, мы начали пробовать. Не, не, мы не договорились, что мы давай попробуем. Мы с тобой, помнишь, обсуждали, что в целом завести ребенка классно. А свадьба нафиг она нужна. Ну, распишемся, когда будет ребенок. Помнишь? Ну, типа того, да. И когда мне сделал предложение, я поэтому была так удивлена, потому что я такая, мы же про другие вещи вообще говорили, в общем-то. Окей, это сладкий период. Я помню период в полгода где-то, когда я уже просто, я не знаю, с ума сходил. И, наверное, это было из-за некого давления в обществу, потому что у меня у всех друзей появились дети, все друзья и знакомые, подписчики, вообще все-все-все-все-все-все начали нагнетать, говорит, ну, что, когда у вас там дети и так далее. Мы сняли выпуск, когда детки. За что? Спасибо, что ты меня тогда так поддержала, я, честно говоря, обалдела тогда. Нет, честно говоря, вот когда у тебя возникла идея, ты сняйте, я прямо представила, что это будет, знаешь, как... Камень с души. Ну, по сути, честно, вопросов стало меньше, но комментариев... Ну, комментарии сохранялись. Типа, ну, ладно, про это попозже. Блин, комментарии, вот честно, я не знаю, не знаю, оставим мы это или нет, у меня до сих пор сидит одна ситуация в жизни, которую я должен, мне кажется, проговорить. Пусть это будет без уточнения имен, но я сделаю намек. Наши подписчики, по которым мы, кстати, очень соскучились, раз мы записываем этот влог, пусть они рассудят. Значит, не надо никого судить, мне кажется, не надо никого судить. Нет, нехера, блядь. Знаешь, я с этим живу вот это время, и я должен выговориться. Значит, день рождения Оречкина. Он нас приглашает, мы приезжаем, у нас стол с другими артистами. Вот просто представьте себе, мы немного опоздали, где-то минут на 20 уже праздник идет, там тосты, кто-то выступает. Мы садимся за стол. По правую сторону от меня Машу, по левую сторону от меня жена, одного известного рэп, поп, хип-хоп исполнителя. Не очень высокого роста, вот, и просто первым, блядь, предложением, первым, не привет, не как дела там у вас, так далее. Мы не друзья, мы не общаемся. И просто первым предложением, ну что, когда, блядь, ребенок-то, когда будет-то? Я такой, вот, не успеваю ничего ответить, и мы просто, она говорит, ага, ну не можешь, что ли, не мужик, что ли? Это было не так. Это было, это было, во-первых, со смехом очень громким, очень демонстративным, типа, это все такие шутки прикольные, ахахаха, что, не можешь, что ли? Вот так это было. Я этого не запомнил, я отложился в какую-то фразу. Я запомнила, и я думаю, ну, у меня в этот момент просто для меня, вот прям, знаешь, вот, этот был вот этот стол круглый, вот сидят люди, и просто вот как в фотошопе одного человека, все, и я просто, для меня... Не, а у меня вообще вся жизнь провалилась такой, я приехал на праздник, думаю, и ты туда же, как бы, вот настолько серьезно. И странно, что это звучит от людей, у которых есть дети. Ну да. Ну, то есть, кажется, что, я всегда думала, что кажется, когда ты там проходишь беременность, проходишь роды, воспитание детей, ты уже начинаешь понимать какие-то вещи, и более терпимо относишься к, там, обстоятельствам и особенностям других пар, других людей. Ни хрена! Люди думают, что они все знают, и что все легко дается, как выясняется. И когда я сама это услышала, ну... Да, на самом деле, пофигу, но это во мне сидело, потому что я не понимал, как вообще, вот можно, блядь, вот такой бестактный вопрос, там, или такую шутку допустить, когда ты, типа, ну, понимаешь, плюс-минус, что у людей есть трудности. Вот про бестактность. Я все время говорю, что задавать вопрос, когда дети, или ты беременна, что, вот с чем я сейчас сталкиваюсь, я переживаю, ну, про это, я думаю, чуть попозже поговорим, но я это очень серьезно переживаю, очень тяжело переживаю, но, возвращаясь к вопросу про бестактность, задавать вот эти вопросы, это бестактно, нам кажется, да? Но всегда в ответ на то, что это бестактно, люди говорят, а что такого? Я же, наоборот, с добром. Ну, это же шутка. Потому что я не понимаю, что у человека, какие у него есть трудности или нетрудности, там, и так далее. Так, блядь, шучу. Это у тебя трудности, там, они говорят. Вот просто я пытаюсь понять, где вот эта вот история с тактом, где эта история просто вот с адекватным, нормальным человеком. Мы очень поздно начали всем рассказывать, мы даже родным начали поздно рассказывать. Ну, потому что мы не хотели сгладить. Во-первых, потому что мы уже попробовали вообще все. И так, и сверху, и снизу, и на Мальдивах, и, блядь, здесь, и там. И вот, знаете, в тот момент, когда ты уже просто полностью отпустил вообще все, хоп, не случилось. Не знаю, вот я не согласна, кстати, про то, что полностью отпустил. Это распространенная тема. Либо у меня просто появилось огромное количество уже дел, там, забот, и как бы, ну, живем-живем, будет-так будет. Мы об этом и говорили, собственно, что... Маш, фиг с ним. Как случится, так случится. Так это и произошло. И, закончив вот эту тему, в 5 лет ожиданий, да, я могу сказать, что... Я уверен, что нас смотрят и смотрели пару, у которых тоже вот такие трудности, и... И, может быть, сейчас сложно. Я могу точно сказать, что вот этот период, он только укрепляет отношения. Да, у вас будут взлеты и падения, да, вы будете лелеять, там, носить друг друга на руках. Да, там, и я немного агрился в какие-то моменты. И Маша очень сильно переживала, когда там... Как правильно это выразится? Ну, красный эморджин начинался. А наш любимый. Ну, поэтому не переживайте, ребят. Если вы действительно любите друг друга, если вы действительно поняли, что вот вы те самые две половинки, то у вас все будет. Просто третье время. Ну, как у меня говорили... Ну, и обязательно нужно какие-то усилия для этого предпринимать. Как минимум секс. Ну, да и не только. То есть нужно здоровье поправить. Нужно, если нужно какие-то там... Сань, вот ты можешь, если что я тебе перебила, можешь, пожалуйста, сказать? Вот мы когда обсуждали с девчонкой много раз, у девочек значительно проще история с тем, чтобы пойти и исследовать свое здоровье. Ну, то есть у нас тоже может быть там вагон проблем, потому что у нас там это все чуть-чуть сложнее устроено. Но вот есть огромное количество парней, которые стесняются, не хотят и считают, что вообще это не их дело идти проверять мужское здоровье. Это пиздец. Во-первых, я выучил почти все клиники. Это раз. Во-вторых, я сдал, наверное, 50 раз сперму для анализа. И знаешь, каждый раз, каждый врач мне говорил, да у нас, блядь, все в порядке, да у нас нормально. Ну да, там, может быть, в этот месяц у вас там чуть меньше процента активных там сперматозоидов, в этом месяце, может быть, у вас там наоборот, вот постарайтесь и так далее. Ну, сука, я никогда не забуду этот журнал с Марьяной Робля, который встречал меня из года в год. Да я тебе отвечаю, вот куда? Я приходил в эту клинику, понятное дело, что я не пользовался. Я вообще думаю, блядь, что за старый я, блядь, журнальчик листай там, я не знаю. Вот там Максим и на обложке была Марьяна Рула, и вот он лежал эти все три или четыре года, не срел, а жил. Понятно, все. Я будто сомневаюсь. Списываю это на беременность. Я ему же просто греблит, неужели вы не можете дойки журнальчик положить, то чего вообще? Но вот, во многих клиниках я тебе могу сейчас сказать, законсервирована моя сперма на всяких пожарных, знаешь, в лучшие, так сказать, периоды. Я получаю результат, и там типа, блядь, идеальная вообще здесь, типа, будет там, Ля Нель Месси родиться. Я такой, консервируем. Каждый месяц моя бабка сессии. В смысле того, что где-то в Криобанке есть твой биоматериал. Да. И ты считаешь, что это важно? Ну, вдруг там я умру, и ты захочешь еще ребенка, например. Я там подписал, кто имеет право, так сказать, забрать этот материал. Ты имеешь право. Спасибо. А еще кто? Ну, нет, я еще подписал, мама, ты, и все. Ну, вдруг, допустим, мы... Ну, разные мысли у меня уже были, чтобы там не думали, типа там... Ладно, я объясню, почему я, например, маму подписал. Я подумал, вдруг мы там на самолете разобьемся, например. У меня мама одна, и вот она так и не дождалась внука. А сейчас же можно много чего сделать, ну, понимаешь, да? И я там и в клинике подписал ее имя, и нотариус тоже сказал, если что, просто скажи, что есть такая опция. Ну, это грустно. Давай, давай ка хорошему. Вот не будем это больше обсуждать, ребят. Нет, нет, я хочу финализировать эту историю, потому что важно. Значит, я тебе задала вопрос. Как донести до парней, что проверять свое здоровье не зашкварно? Даже если нету пары, вот, кстати. Нет, я, кстати, все время проверял свое здоровье. Ну, то есть, урол уходил в лютые годы, когда там, на стоп, девчонки были. При том, что я предохранялся. Ну, в принципе, надо предохраняться. Ну, когда так, знаешь, иногда и не получалось предохраняться. Вот, все. Нет, нужно проверять свое здоровье, и ты никогда не знаешь, ну, как-то... Всегда можно вовремя предупредить какие-то изменения, короче. Поэтому, пацаны, пожалуйста, не смотрите, вы не видите в этом какую-то зашкварную тему, и девочки тоже подскажите своему парню, в какую клинику можно сходить. Кстати, вот не надо все время сидеть и говорить, тебе надо, тебе надо, тебе надо, просто. Я тебя записала на такой-то день, на такое-то время. Сгоняй, пожалуйста. Все, проверим, чтобы таких зашибись. Да, согласен. Знаешь, такая ностальгия по старым влогам. Мы даже перед тем, как записать, включили старые-старые влоги, мы вообще там не похожи друг на другу, по-другому говорим. То есть много времени прошло, и Маша вот задала вопрос, говорит, Саш, ну а для чего этот влог? Ну, во-первых, потому что вот хочется, хочется поделиться. Я знаю, что многие пары и там ребята, девчата следили за нашим началом отношений, за свадьбой, за тем, как развивалось все. И знаете, в какой-то момент, ну, типа как будто тема, все, мы исчерпали темы. И осталась только одна тема, это то, собственно, с чем продолжает пара, да, это там пополнение в семье, и хочется уже делиться вот такими какими-то вещами вместе с вами. Поэтому этот влог может быть, может быть. Если он, конечно, вам понравится, найдет отклик, и вы напишите в комментариях, он, может быть, станет чем-то новым, я не знаю, новым витком, может быть. Ну да. Я не обещаю, что мы будем... Ну давай, давай, я не видел. Я не обещаю, и, скорее всего, точно, мы не будем там истерьюю, посмотрите, вот эту мою мордочку. Блин, никогда не загадывай, Саня. Но делиться чем-то я обязательно буду, и мне просто очень много людей... Ты так и не ответил сам на свой же вопрос. Вот зачем тебе этот влог? Мне хочется поделиться, мне хочется получить обратный совет, и мне хочется помочь, ну, как минимум, помочь тем, у кого не получается. Что, ребята, старайтесь, продолжайте, и у вас точно все получится. Плюс, я уверен, что нам подписчики помогут, когда у нас уже родится ребенок, что нам делать в каких-то моментах, знаете, потому что я, если честно, пока что вот с трудом себя вижу, я не знаю, папой, убаюкающим, там, и так далее. Я вообще вижу на 200% тебя там в этом, в этой роли. Мне вообще, кажется... Я пока не знаю, как-то мне попку подтирать будут, а вообще, что-то, ну, короче, это для меня что-то новое, я не забегаю вперед, не хочу загадывать, и поэтому... Ты за девочку голосуешь или за мальчиком? Это вот мы переходим к следующей теме. Естественно, то есть вот изначально я хотел мальчика, потом, я, знаете, там, Боженьку просил из Сери, там, вот любого ребенка, пожалуйста, очень хочется, да? Ну, сейчас случилось, Маша беременна, я хочу мальчика и только мальчика первого. Ну, блядь, ну, как девочка-то, блин, ну, что я буду делать с этой девочкой? Второй, и второй, и второй. Я уверен, что она, она знает. Я уверен, ну, потому что это невозможно уже, посмотрите. Пузяк это какой. Там уже на всех УЗИ все понятно и видно, и там уже, я не знаю, толкается, поэтому я только за мальчика. Толкается, потому что девочка толкается, типа, вот так, а мальчик толкается, вот так. Я вообще не знаю, как они должны толкаться. Это у меня в первый раз, я вообще не понимаю, так они должны толкаться или не так, достаточно ли активно или недостаточно активно. то что всегда только с одной стороны как правило они 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 везде это это нормально везде ну все время ну по большей части в одну сторону отдает и но я спрашивал понятно мне говорят что это ок то все равно ты задаешься этими вопросами и я изначально я читала этот миллион статей что это похоже будет на то как будто рыбка внутри плавает никакой рыбки там не плавает вообще ни крена там просто такой ну это мальчик стоп а ты сама слушай у меня просто по женской линии как бы получается там вот где моя мама и девочки все девочки и это вот как бы ну настораживать немного потому что у нас у всех девочек один вот как как будто печатают разрез глаз такой который с возрастом еще становится очень узнаваемый мы все очень похожи нам условно я моя сестра моя племянница в одном возрасте в маленьком прямо одно лицо я согласен интересно какой мальчик вот мальчик мальчик будет такой как я только с вот таки ладно ребят напишите комментариях вот не на кого будет похож на типа мальчик или девочка точно не двойня то есть там как бы один плод и кто бы нам подошел в качестве первого ребенка что я думаю что ты будешь идеальным отцом для дочери я буду идеальнейшим отцом для мальчика в принципе но вот ты и дочь это вообще будет что-то с чем-то мне ваш дочь будет самая счастливая дочь быть 2 права через год вот только ты рожаешь сразу же начинаем потому что потому что объясню тебе опять пять лет опять пять лет ждать пока ты кормишь грудью ты не можешь забеременеть я покормишь грудью и все во вторых я хочу много как бы усовершенствовать в своем теле типа ну начать белить конечно я же обожаю бег грудь не будем делать грудь сделаю грудь сделаю потом за девочка пойдем ну ладно про то как и меняется внешность женщины во время беременности это отдельный разговор это отдельный выпуск это не сейчас ты то есть ты прям вот уверен да что еще когда ты не знаешь что такое что у тебя появился ребенок ты прям уже готов во втором я игра резинца но типа жизненно такая одна вот у меня есть допустим что старший партнер я смотрю на его семью или пять пятер детей и там если хотят 21 год там 17 еще есть маленькие думаю блин нифигаси как круто ты понимаешь там у него один одним занимать другой другим но это классно ну то есть я хочу больше я жил и чё вот у меня родители также меня родили и все ну мама я один ребенок поэтому пойдем обязательно за вторым сразу же как дима тарасов знаешь прям будем вот так вот что ты еще хотел обсудить сказать что у тебя поменялось в голове после того как ты понял что у тебя беременная жена блин во первых во первых когда я проснулся и ты меня разбудила я подошел в зеркалу я пришел в зеркало я вообще спросу не смотри манами какой-то стих долбанул на зеркало аффирмация 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 это типа программ ну как ты установка на день но если там типа да да там сегодня ты там то есть ну понятно нету смотрите я только вот проснулся понимаете и там значит столбик сверху вниз я папа блин это вообще просто но до сих пор вспоминают и думаю офигеть но я вообще-то не ожидал что я же не папа но ты в этот момент понял что я имею ввиду или ты не понял не понял как я говорю вообще не понял ничего типа хоть стих только проснулся я папа или дрежный папа такая ну будешь папа и в этот момент вау вы не знаю мне кажется как только вот маша забеременела у вас вообще отношения пипец как улучшились ну я думаю что это что улучшились да я пытаюсь понять почему типа я и более ласковый стал и бережный там и нежно спать да пусть люди знают только когда мы наедине да потому что когда мы с кем-то я прикалываюсь вообще над всеми а мы всегда с кем-то что я еще и саша сказал чуть ли не через две недели после того как сама узнала потому что я все пытался выманить на какое-нибудь свидание даже если мы договаривались вдвоем он говорит а кстати я там друг позвал я такая я уже дома как мне его сказать а сами мне всегда говорил он говорит пожалуйста если это случится попробуй как-нибудь сделать сюрприз мне вот очень хочется чтобы это был сюрприз я ломала голову над тем как какой сюрприз делать как это преподнести я пересмотрел все видео на ю тубе типа как жена рассказывает что она беременна блин на ребят у меня сейчас слезы накатывают если если честно такие офигенные ощущения но вам обязательно покажем и у нас в инсте будет и мы покажем вам как мы нашим родным но покажем у некоторых можно показать того что мы почти всех сняли на видео их реакции были но просто бешеный тима тарасова я тоже показал ему это вообще но станет такие чистые классные эмоции вообще обалдела я когда увидела это видео там столько чувств я просто была в шоке . у нас у нас запланировано гендер-пати где мы наконец-таки узнаем мальчик это или девочка и хочется делиться уже наконец-таки с вами будем мы говорить про беременность не будем говорить про беременность покажем ребенка не покажем ну просто в силу просто не ну во первых мы для чего это еще делаем потому что уже невозможно скрывать то есть даже мы мы скрывали до последнего вот родных мы им уже всем рассказали многие друзья в курсе и все уже но соцсетях везде начинают накидывать мы там типа переживаем маша не хотела ехать на пляж потому что много русских чтобы знаете раньше времени не спалили и так далее поэтому вот мы сейчас делаем влог для того чтобы уже все наконец-таки узнали что мы ждем пополнение и дальше уже как у меня нету вот этих вот предрассудку как раньше что типа я вообще не покажу нафиг своего ребенка в соцсетях нет я уверен что это будет дозировано ну то есть и даже с нашими подписчиками поделюсь может быть какой-то влог мы там запишем но это не будет из серии что вот смотрите мой заражает мы давайте залезем это ты готова к родам ты думал об этом блин конечно я думала и каждый об этом думаю но у меня просто я могу сказать что как-то одновременно очень легко и одновременно очень сложно дается беременность потому что очень легко почему сложно потому что у меня в принципе не было никаких симптомов вообще ничего то есть я прекрасно себя чувствовал первые два месяца правда у меня была жесткая сонливость и утомляемость я очень много спала правда это было вот настолько что я даже не знал что человек нас может столько спать в остальном все супер но шевеление очень поздно пришли и из-за того что ты живешь продолжает жить свою жизнь а там еще нет живота допустим и нет никаких симптомов ты не осознаешь что ты беременна и вот это чувство что не осознание какой-то знаешь вот нету вот этого как-то единение что погружение в это состояние вот его не было ну да мне уже мне мама мне мама еще моя горит это саша должен каждый день разговаривать с ребенком я думаю ну как бы на разговоре там живота не было и такой даже почувствовать особо ничего невозможно но заметила что с последних вот с последних дней наверное я уже обращаюсь иногда к вам я еду к вам блин это так прикольно и вообще суп у меня офигенное ощущение не знаю так долго этого ждал хочется уже поскорее вот так вот на ручках покачать ребенка на самом деле и но я сейчас так молча я тебя люблю поэтому я говорю на 2 3 4 5 погнали не прекращать состояние ну конечно тем более тем более скажите девчонки ребята что маша от беременности на пипец к лицу она такая знаете стала грациозная я еще более сексуально и да вот же видит не обязательно голый видеть карантин на лицо как бы и и плюс а такая уж важная входит оберегает себя вся хотела сказать что ты не ощущаешь беременность когда я как бы вообще не жалуюсь я реально супер классно чувствую но у меня возникла острая потребность в приватности то есть я поняла что мы даже саше обсуждали что может быть нам вообще до родов не рассказывать никого там про беременность просто как есть люди которые это не про блок а вообще просто вот людям какие новости мы беременны ну то есть не я начал всем почти рассказать это понятно мамы сначала вас важны все никому никому не рассказываю и это рассказал я потому что он понимаешь всем своим друзьям вот я объясняю что у меня была острая потребность прямо в приватности поэтому я тебе рассказывать никому голуби теперь можем выкинуть потому что пять лет маша возит у голубя потому что убирать сидит и сидит здесь мне с ним не одиноко машине короче я понимаю что внешне я меняюсь и возможно те женщины которые рожали они сразу секут это я-то не знаю этого но вот я что-то начала публиковать социальной сети мне в директ приходят ты беременна ты беременна а ты беременна но не чувствую что будет мальчик нет сайт не то ладно люди это от чистого сердца беременна беременна ты по нему дали если сто раз говорил не надо читать директор все надо ничего страшного вообще не парься вообще пофигу я бросались я чувствую что не могла не зайти просто мне там вопросы задают мне пишут люди когда я хочу то есть я не делаю никакого сообщения я никому не рассказываю я просто живу и даже если я поменялась и мне это пишет у меня создается ощущение что я плохо справляюсь с тем что пытаюсь как-то организовать эту безопасность вокруг себя понимаешь это не ты это не дает чисто на уровне чувств и эмоций я тебе закончу мысль просто и у меня есть несколько подруг близких которым я вот вот недавно рассказала и они говорят блин мы догадывались но мы решили не спрашивать ну то есть мы все обвели уже но мы решили не спрашивать и пока ты сама не расскажешь вот такая позиция мне кажется она очень классная потому что она уважает тебя типа ну не хочешь риска мало ли что там и тогда его согласен мало ли просто там из-за нервов потолстела как бы и все-таки вот и беременна это еще сильнее тебя шарахнет да мне писали что я беременна и когда я не была беременна ну что справедливо может быть и поэтому уже дочь и короче и вот сейчас я могу сказать что это очень очень морально сложно я благодарю всех кто действительно счастлив и с радостью мне это пишет но у меня есть множество скринов где прям я не могла я вошла в переписку с девочками потому что я захожу на аккаунт а я там счастливая мама трое детей и она пишет мне машенька здравствуйте я понимаю что это не мое дело я знаю что это ужасно не тактичный вопрос но вы беременны поздравляю ну и все на тебя поздравила зачем нет я не согласен сварьи да я может теперь скажу 15 минут возле кремлями на дебаты свои начала ты публичный человек уже и уже впустила в свою жизнь рассказывая многие вещи я не топлю это реально мое мнение но я что не имею права на мнение свое что и ты жена текила а текила это пиздец звезда на убиваешь и ты не скинула 50 скринов смотри что мне пишут из 50 скринов 49 написали тебя поздравляю круто там ты беременный только один комментарий там был тип из серии жирная там мы и так далее толстушка толстушка вот что тем более я кстати говоря не считаю что толстушка играешь тебе ну беременность к лицу на мой взгляд там но максимум килограмм там 45 набрала или сколько но мне интересно мне интересно после рождения как быстро идет отрез и сколько из этого который я набираю сколько это типа органы увеличивается вода ребенок я я тебе могу сказать как быстро это просто сперва уже дня начинаешь бегать по полчаса и все и все ты сразу смеялась почему что тебя органы представь внутренние твои органы даже вот своим свои представь органы внешне и они вот так вот растянулись у тебя до колен того что ты родил ребенка ребенка вынашивал в яичках у тебя вот они растянуты такие они вернутся конечно в тонус но им нужно время если будешь бегать они что-то делать они будут вот так вот пицца от твоих ляшки все время что может быть человек спит блин но вообще бегать нельзя сразу это опасно обязательно нужно консультироваться со специалистом тренером которого есть сертификат потому что условно там даже тягу сверху вот так вот вверх сверху нельзя делать во время беременности много еще всяких тонкостей и пипец на самом деле я охренела от того как мало информации про беременность на маленьких сроках но об этом смотрите меня на канале до задавая канал мошки реально там рассказывали все это у маша есть большое желание взобновить youtube но смотреть нечего блин сами понимаете вот следующий влог обязательно будет с не знаю гендер пати может быть ну посмотрим ну чего-нибудь обязательно закинем потому что хочется возобновить знаете вот этот релэшншип сейчас было на день рождение у девочки которая недавно родила и месяц назад она родила и вот она собирает на ужине и что-то между нами сидел еще одна девочка и она ко мне тянет так руку говорит почетно не пьешь и так руку тянет 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 на живот кладет глаза такие ну а я была футболки икса и вышла и но очень порадовалась мы договорились нечего встретиться это обсудить но суть в том что на этом же дне рождение ко мне подошла еще одна девочка с которыми не были знакомы и она садится и горит маш я тебе хочу сказать спасибо за когда детки потому что я его посмотрела я охренела почему были в такой же ситуации а через две недели я забеременела и это было вообще супер это спустя два года происходит и сколько мне людей говорят про влоги про то как было классно когда мы с тобой болтали обсуждали разные не постоянно пишут люди что ну чё когда там какой-нибудь влог ты задолбал своим футболом и так далее я понимаю что мы приходите на футбол не приходите обязательно футбол потому что мы очень сильно развиваемся в следующем году у нас большие амбициозные планы да но я не буду о себе теперь нужно говорить только вот я думаю что мы вас уже немного утомили самое время поставить лайк подписаться потому что если вам интересно дальнейшая судьба так сказать наш то следить за нами всем кто за нас переживал вам большое спасибо нет но в на протяжении долгих лет я в разных местах в разных соцсетях находил сообщение людей которые ну знаешь прям искренне переживали хотели чтобы у нас было пополнение буквально недавно девушка там моего товарища просто на вечеринке когда узнала об этой новости она просто расплакалась настолько искренне и ну эти эмоции такие добрые они заставляют и подталкивают вот к этим влогом потому что я понимаю что мы обязаны поделиться этой радостной новостью и обязаны также продолжать чем-то помогать что ли быть полезным всем пока